День Города Водную гласть реки рассекают корабли и моторные лодки, в небесную выси взмывают самолеты, фосфор превращается в цветы, а кукуруза – в жар птицу. Набережная реки Дубровенки сегодня стала местом для проведения фестиваля талантов, творческих идей и мастерства работников и учащихся учреждений дополнительного образования Могилевской области. Подробности в нашем сюжете. Сегодня в Могилеве подвели итоги Республиканской недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи. На набережной реки Дубровенки развернулся вернисаж талантов. Пришедшие на праздник дети и их родители могли не только увидеть, каким богатым творческим потенциалом обладает Могилевщина, но и принять участие в мастер-классах, поучаствовать в исследовательской деятельности, стать не только зрителем, но и активным участником спортивных игр и состязаний, ну и, конечно, выбрать направление согласно своим предпочтениям и способностям. В рамках мероприятия состоялись презентации объединений по интересам по самым различным профилям деятельности. Техническому, туристко-краеведческому, эколого-биологическому, культурно-досуговому, спортивно-оздоровительному. Все они абсолютно разные, но все их объединяет одна цель – привлечь учащихся в объединение по интересам, информировать родителей и детей о дополнительных образовательных услугах, доступных в учреждениях нашей области. На базе многопрофильного центра «Ветрость» существует кратковолновая радиостанция. Мы работаем на радиостанции со всем миром, выполняем условия дипломы, вот можно посмотреть частично здесь дипломы. Ведем связь на всех частотах, на которых разрешено, вот, с радиолюбителями всего мира. Вот частично радиостанция здесь, я могу продемонстрировать. ИУСМ-СХ, ИУСМ-СХ, ИУСМ-2 центра. ИУСМ-СХ, 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 Харитон. Хорошо себя принимаю, прием. Во-первых, приглашаем мальчишек, ну и можно, и девчонок, к нам в объединение по интересам. И вот здесь, на выставке, вы можете увидеть экспонаты, сделанные руками юных техников. У нас деревянное зодчество есть, есть художественное выпиливание, авиамоделирование, военно-историческое макетирование, робототехника и так далее. Педагог объединения по интересам фитодизайн. Наша студия уже существует 15 лет, и детки с удовольствием ходят к нам. Много разных техник, но сегодня мы представляем вот этот блок выставки «Живопись, графика, рисунок». И здесь использованы разные техники. Например, техника батик, техника рисунок цветная графика, есть рисунки маслом. Хотели бы так научиться? Да! Пойдете в кружки записываться? Да! Охват дополнительным образованием детей и молодежи Могилевщины на протяжении последних 10 лет постоянно растет. И сегодня составляет уже более 50%. Немаловажную роль в этом сыграли и меры по стимулированию работы педагогов, принимаемые как на республиканском, так и на областном уровнях. Проводится в первую очередь в нашей области уже 10 лет конкурс среди педагогов дополнительного образования и лучшие педагоги. Номинируется на разные престижные премии, в том числе премию Болсполкома в социальной сфере, премию лучших педагогов дополнительного образования. Сегодня решаются вопросы о том, что в учреждениях образования, вот недавно принятое постановление, позволяет педагогам дополнительного образования, реализующим программы в учреждениях общего среднего образования на платной основе, получать оплату труда по той же квалификационной категории, что и учителя. Неделя дополнительного образования детей и молодежи в этом году проходит под девисом «Беларусь крынится натхнение». И то, что было представлено сегодня на ярмарке талантов, тому подтверждение. Шедевры, выполненные руками детей и педагогов, очень впечатлили почетных гостей фестиваля. Такие встречи, такие праздники, они просто поднимают уровень дополнительного образования на очень большие высоты. Очень много новых инновационных направлений деятельности. Во-вторых, заинтересованность в лицах. Это нельзя никаким образом подделать как-то вот именно только на сегодняшний день и только ради тех гостей, которые приехали. Потому что, когда человек светится, глаза горят, и он показывает результат труда всего коллектива, это дорогого стоит. Поэтому очень хочется сказать большую благодарность всем, тем, кто на Могилевской земле выращивает таких талантливых ребят. Вторым этапом в завершении республиканской недели учреждений дополнительного образования стало пленарное заседание Совета директоров в городской ратуше. О перспективах развития объединений по интересам расскажет Анастасия Томышева. Первым делом гостям провели экскурсию по залам ратуши. Им была представлена экспозиция учреждения культуры Музея истории Могилева, где начальники учреждения образования смогли ознакомиться с потенциалом культурно-исторического наследия нашей малой родины. После ознакомительной экскурсии все прошли в зал для обсуждения насущных вопросов организации дополнительного образования. Я думаю, те шаги, которые делаются по увеличению оплаты труда в целом педагога дополнительного образования, в частности, позволили стабилизировать отток кадров и, соответственно, такое движение по профессионному уровню. В свою очередь, начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Мария Соротник с удовлетворением отметила, что выставка вызвала большой интерес не только у детей, но и у родителей. Она также указала, что нужно больше уделять внимание волонтерскому движению и расширить его на области и районы. И рассказала о необходимости увеличить количество объединений, организовывающих досуг детей в шестой школьный день. Особое внимание нужно уделить детям, находящимся в социально опасном положении. Тот процент, который мы имеем, 75,8 охват ребят, признанных находящихся в социально опасном положении, от общего количества всех данной категории, нас не устраивает. Вы сами понимаете, что ребята, находящиеся в социально опасном положении, это значит, здесь будет меньше поддержки со стороны родителей. Значит, поддержка должна быть оказана нами. Поэтому и в республиканских учреждениях, и в областных, и в районных, вот над этим надо работать. Большое внимание в своем выступлении Мария Соротник также уделила различным конкурсам и соревнованиям, которые проводились и будут проводиться в республике как для детей, так и для работников дополнительного образования. А также особую роль отвела музеям системы образования, по наличию которых Могилевская область занимает третье место в республике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так будет изменен маршрут движения автобусов под номерами 3, 29 и 44, а также троллейбусов маршрута номер 2. Весь транспорт будет двигаться через улицу Лазаренко. Подробнее о маршрутах следования автобусов и троллейбусов можно узнать на нашем сайте. ТВ2.бай Временное перекрытие движения связано с устройством асфальтобетонного покрытия по улице Челюскинцев. Руководитель областного клуба Викру, писатель и историк Николай Борисенко во дворце творчества презентовал свое новое научно-популярное издание «Мой край Могилевский». С автором книги общалась Алина Бабурка. Вот уже много лет Николай Борисенко занимается поиском культурного наследия Приднепровского края, восстанавливает имена погибших солдат, вместе с единомышленниками создает военно-исторический сборник «Могилевский поисковой вестник», а также пишет свои книги, которые приносят неотъемлемый вклад в развитие литературы. Это доказывает огромное количество наград писателя-историка, которые с каждым годом увеличиваются. До дни белорусской письменности, который прошел в Рогачеве 4 сентября, Николай Борисенко стал победителем национальной литературной премии в номинации «Лучшее публицистическое произведение» за книгу «Эхо Великой войны в Восточной Беларуси 1914-1918 годов». А вчера пришел указ о награждении его орденом Франциска Скалина. И сегодня во Дворце детского творчества писатель представил свою новую книгу «Мой край Могилевский». Отобраны наиболее знаковые события о личностях, известных личностях Могилевского края, о событиях, которые оставили след в истории. О тех местах, которыми мы можем гордиться. О тех памятниках, наиболее интересных, которые здесь, в Могилевской области, сохранились, уцелели. Но и не только о них, и о тех, которых уже нет. Литературный труд состоит из 80 глав разной тематики. В книге изложен материал, касающийся историческо-культурной и экологической направленности Восточного региона Беларуси. В помощь автору в создании книги оказали и Могилевские краеведы, и учителя, и редактор Светлана Ходоркина, а также Управление образования Могилевского облсполкома. Распространяться книга будет в каждом учебном заведении и в отделах образования. Отметим, что это пока первый тираж в тысячу экземпляров. И первым, кому автор подарил возможность ознакомиться с его трудом, стал министр образования Республики Беларусь Михаил Журавков, которому Николай Борисенко передал книгу со своим автографом. Мастер-класс лучших инструкторов Могилева можно посетить завтра на ярмарке и йоге. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спутник» 10 сентября станет местом проведения настоящего праздника для всех любителей восточных практик. Все пришедшие на ярмарку смогут поучаствовать в фестивале, увидеть методику работы лучших инструкторов и просто провести вечер в интересной компании. Хотелось бы пригласить всех могилевщан, гостей нашего города на уникальный, я не говорю с этого слова, фестиваль, даже скорее ярмарку йоги, потому что мы предлагаем различные направления йоги, которые у нас есть в городе Могилеве. Приглашены все инструктора йоги по городу. На данный момент зарегистрировалось 8 человек. Весь субботний день, 10 сентября, будет посвящен именно этому мероприятию. То есть в 10.30 начало, и каждый час каждый инструктор будет выдавать свой мастер-класс. Вход бесплатный. На сегодня это все, уважаемые могилевчане. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособака.tv2.by. Все выпуски программы «День города» доступны на нашем сайте, в официальной группе ВКонтакте и на канале Ютуб. Не оставайтесь равнодушными, любите свой город. Субтитры создавал DimaTorzok